Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман и Медицинский Центр Призма. Сегодня работаем в несколько затрудненных обстоятельствах, поэтому, может быть, сегодня будет немножечко хуже со связью, поэтому уж не обижайтесь. Но ни в коем случае не можем отказаться от интервью, потому что с нами на связи Олег Жданов, которого мы страшно рады видеть. Олег, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время. Здравствуйте. Олег, ну давайте, наверное, вот я думаю, что россияне хотели бы, чтобы мы начали вот с тех 44 ракет, которые сбило украинское ПВО, и 50, которые запустили россияне, российские оккупанты сегодня по Украине. Ну вот, а я предлагаю начать с того, как там вот мы все-таки, ну не знаю, мыли, но как атаковали российские корабли, и как сегодня истерически отвечает Россия, может быть, под таким углом, если вы не против. Ну, давайте так. Давайте начнем с официальной части. Не мы атаковали Севастополь, добрые люди какие-то атаковали Севастополь. Официального подтверждения нет. Единственные, кто, точнее не единственные, а те, кто показывает, ну будем грубо говорить так, пальцем на нас, это Российская Федерация говорит, что это мы, и Американский Институт Изучения Войны тоже говорит, что украинская сторона, вот так он как-то размыто, не вооруженные силы, а украинская сторона. Может какие-то там добровольцы, не знаю, может быть какие-то частные лица и так далее. Но, и что констатирует Институт Изучения Войны? Что атака была организована комплексная, и на воде использовались, оказывается, беспилотники. Вот, довольно неплохие. Аналог этого беспилотника мы все с вами видели 21 сентября, когда появилось сообщение о том, что на побережье Крыма выбросило какой-то неизвестный беспилотник штормом. И, ну, правда, русские додумались, молодцы, надо отдать им должное, они додумались вытащить его в море и взорвать. Вот, вместо того, чтобы разобрать, изучить, посмотреть, нет. Слава Богу, они его уничтожили, это очень, для нас это очень позитивно. Вот, но, тем не менее, была атака в двух сферах, как пишет Институт Изучения Войны, с воздуха и с воды. Атака оказалась успешной. На сегодняшний день мы знаем о повреждении буксира, точнее, не буксира, тральщика, извините, и одного из эсминцев, предполагаем, что это адмирал Макаров. Вот разведслужбы или расследовательские организации, правильнее так будет назвать, которые используют технологию ОСТИН, да, это по анализу открытых источников информации. Вот они на сегодняшний день говорят, что это все-таки был адмирал Макаров, эсминец адмирал Макаров, который сегодня выполняет функции флагмана Черноморского флота вместо утонувшей Москвы. Вот, я когда это прочитал, я сказал, что, ну что, сломался, этот командующий тоже сломался Черноморским флотом, несите следующего, потому что в прошлый раз в результате потопления флагмана был снят командующий. Ну, это вообще-то позор для флота. А если сейчас мы повредили, хотя бы повредили второй флагман, или добрые люди повредили второй флагман, или вновь назначенный флагман, то для Черноморского флота это вообще как бы в имиджевом плане, это убийственно. Плюс там есть несколько объектов, которые были подвергнуты подвергнуты атакам сухопутной. База нефтяная горела, нефтебаза. Это говорит о топливе, о том, что выгорело. Она очень долго горела. Вот, и еще там какие-то объекты. А, сетка заграждений, которая на входе в бухту, тоже она пострадала, была атакована. Ну, это, видно, пробивали проход. Вот, и что мне, кстати, больше всего впечатлило и понравилось, это то, как российские войска, уже когда наступил рассвет, когда уже солнце... Они с помощью вертолей, артиллерии, кораблей пытались потопить беспилотник на воде. Вот, и беспилотник спокойно себе лавировал между пулями и артиллерийскими разрывами. И, в принципе, я так понимаю, цели достиг своей. Судя по тому видео, которое нам показали, которое ходит сегодня в сети, выложено. Вот такая вот картина произошла в Севастополе. Олег, признаться честно, я все время думала, что беспилотники – это какие-то летательные все-таки аппараты. Я, честно, и не догадывалась, что, оказывается, это могут быть еще и какие-то надводные аппараты. Я вот должна признаться в своем невежестве в этом смысле. Но насколько это вообще... И подводные, Людмила. И подводные? Да, Турция, кстати, испытывает еще подводный беспилотник. Но вот российские посейдоны – это же подводные беспилотники. Они считаются, относятся, точнее, к классу подводных беспилотников. Хотя это, в принципе, ну, я бы сказал так, умная торпеда больше. Ну, они считают, что это... Относят его к классу беспилотников. Так что... И Турция, по-моему, в августе месяце была информация... По-моему, та же даже фирма «Байкар», которая выпускает знаменитые «Байрактары», она проводила испытания надводного беспилотника с ракетной системой для борьбы с надводными целями. Олег, ну, я так правильно понимаю, что сегодняшние обстрелы вот всей возможной инфраструктуры в Украине, да, и это все истерика Москвы. Ну, выглядит как истерика, если честно. Ну, это да, это как в этих «Звездных войнах» империя наносит ответный удар. Вот то же самое, да. У России просто нету другого выхода и другой возможности. Они хотят ответить, как же так, надо же наказать вот нас... Они нас обвиняют в этом, что это... Нас наказать. Что-то наступление на линии фронта, нет, они не могут. У них нет на сегодняшний день ни сил, ни возможностей. Десятки тысяч мобилизованных ситуацию не спасают. Техники вооружения на фронте начинает потихонечку не хватать. За счет логистики и за счет исчерпания ресурсов. Есть единственный способ, который мы еще не до конца с вами можем защититься, или, допустим, неправильно, правильнее было бы сказать, не можем на 100% защититься от этого способа, это ракеты. Обратите внимание, что шахедов не было. В утреннем ударе ни одного шахеда, только ракеты. То есть они собрали, вот это же, они три дня, видимо, свозили эти ракеты, потому что выходные вообще было, затишье, и там воздушный тревог даже было. Очень мало, без пуска в ракет были. А в понедельник, да, они решили ударить. Удар был с трех сторон. С ростовской области, с Крыма и с этой самой, по-моему, Курской, на севере. Они через, да, через Полтаву заходили. Вот. И 50 ракет было выпущено, из которых мы 44 положили. Олег, тогда позвольте немножко вернуться к вашей фразе. Правда, вы применили ее к кораблю, но вы сказали, что один командир сломался, несите другого. Если позволите, я тогда скажу интересную новость о том, что командующего группировки российских войск, центр, в войне России против Украины генерал-полковника Лапина отстранили от должности. И вот некоторые российские аналитики пишут, что первым об этом сообщил Кадыров. И это о многом очень говорит о том, кто сегодня имеет большое влияние на Путина и вообще на военную ситуацию в самой России. Вот как бы вы это прокомментировали, насколько это важное событие и о чем для вас оно говорит? Ну, это архиважное событие. Архиважное событие в том контексте, что то, что Кадыров первое гласило, это еще не значит, что он этого добился. Этого добился Пригожин. Причем есть информация, что Путин с трудом сдержал Пригожина, чтобы тот не перешел красную черту в общении с Путиным. То есть Пригожин сегодня начинает набирать вес, силовой вес. И фактически, я так понимаю, что завтра он может с ноги открывать дверь в кабинет Путина. И это ставит... Для нас это очень хорошо. Это говорит о том, что подковерная борьба вокруг трона вождя выходит из-под ковра. То есть масштабы борьбы набирают такие обороты, что уже это не тайная война. Почему? Потому что сегодня, смотрите, сегодня Патрушев, Кириенко, кто там еще крутится вокруг из силовиков, они все оказались за бортом. Сегодня они на вторых ролях, а на первых ролях возле Путина Кадыров и Пригожин. И мы вспоминаем, кто третий друг в этой кампании, это Суровикин. Суровикин, что у нас, назначен командующим группировки войск, назначен командующим специальной военной операции. То есть эти три парня при поддержке Суровикина, Пригожина и Кадыров уверенно идут к власти. Причем ситуация может даже измениться таким образом, что в какой-то момент Путин может им и помешать, если он не будет принимать те решения, которые они будут ему навязывать. А то, что они будут навязывать, мы видим вот по ситуации с генералом Лапиным. Теперь, кстати, надо ожидать ответный удар со стороны Суровикин. Откуда он прилетит? С ФСБ или с Министерства обороны? Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Это будет показательно, кто первый вступает в открытую борьбу. Насколько это может иметь по-настоящему серьезные последствия на армию российскую, вообще на ситуацию в армии? Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия для вооруженных сил. Почему? Потому что, смотрите, армия это такое, я бы сравнил это государство в государстве. Вот говорят, армия зеркало государства. Что происходит в государстве, то происходит и в армии. И поверьте, вот то, что произошло с Лапиным, уже знает последний солдат в Акопе. Уже знает. Но мы с вами это обсуждаем как инфоковод и пытаемся анализировать ситуацию. А в армии в каждом подразделении командиры складывают свою версию. Они же доносятся. Понимаете, самое главное текстовое сопровождение того события, которое произошло. И, соответственно, это будет влиять на настроение в армии. Если я... А Лапин, ну, на минуточку, давайте так. Лапин не последний генерал в Министерстве обороны или в Генштабе. Во-первых, он герой России. Ему герой России вручал лично Путин. Жал руку, поздравлял. Во-вторых, Лапину доверили командовать самым главным военным округом в России. Это центральный округ, в который входит и Москва. И у него были большие перспективы. И там, кстати, штаб округа, его называют Арбатский, потому что он на Арбате находится, штаб округа. И там же где-то недалеко, внутри Садового кольца, находится генеральный штаб. И у Лапина были все перспективы перейти улицу и занять кресло в другом здании. То есть рядышком. Я имею в виду в генеральном штабе. А тут два каких-то непонятных персонажа, особенно пригоженных, обзывательных, причем публично, причем в социальных сетях. И общество наэлектролизовано. Видите, как используются отрицательные настроения в обществе. И люди, не разбираясь в поднагодной, ставят клеймо бездарь, угробил армию, проиграл войну, расстрелять, к стенке, посадить, арестовать, уволить. Но Путин не пошел полностью на поводу Кадырова. Он оставил себе маленькое поле для маневра. Он его отстранил от исполнения обязанностей. Он его не уволил. Вот в чем еще момент. Это говорит о том, что Путин пытается сохранить вертикаль власти. Путин пытается не выпустить вожжи из рук. Потому что тогда кони пойдут в разнос. Олег, тогда, если позволите, хотелось бы вернуться к ситуации на фронтах. Мы несколько необычно начали сегодня. Просто несколько важных событий было включено. Утро такое. Утро понедельника. Да, утро понедельника. Давайте тогда, да, ситуация на фронтах, если можно. Ну, на фронтах у нас, смотрите, у нас очень тяжелая ситуация в районе Бахмута и в районе Углидара. По Углидару пока она вообще не ясна. Там идут ожесточенные бои. Противник северо-восточнее Углидара пытается выбить нас с позиции. Вот. Ждем сейчас результат. Ну, точнее, ждем сообщения. Чем же там закончилось? Ну, очень ожесточенные. Они пытаются продвигаться севернее Бахмута. Они пошли на Солидар. Они поняли, что на Бахмут нет. Мы их там немножко отбросили. Довольно неплохо мы их там проредили. Вот. И они решили пойти, как нормальные герои всегда идут в обход. Вот. Они пошли там. Тоже там тяжелые бои. Но там уже более понятно, там противник успеха не имел. То есть мы удержали позиции, все нормально, отбили все атаки. Вот это два таких направления. Кстати, это пригоженцы. Это частные военные компании. И, смотрите, частные военные компании полностью обеспечиваются вооруженными силами Российской Федерации. То есть сегодня, я так понимаю, что можно сделать вывод или допущение, припущение о том, что Суровикин с Пригожиным, они пошли в связки. То есть Суровикин готов сегодня Регруженных сил России кидать на поддержку и обеспечение действий пригожинских бойцов. И они надеются, что они хотя бы на этих участках, там, Бахмут, Авдеевка, вот здесь вот, что они прорвут наш фронт и будут иметь хоть какой-то успех. Им сейчас надо показать успех перед Путиным. Если они действительно хотят приблизиться к Путину, им нужен военный успех. Они хотят доказать, что они лучше генералов. Что есть основания, что доверьте нам генеральный штаб, и мы покажем хорошие результаты. Вот что им. Поэтому там очень тяжелые бои сейчас и довольно ожесточенные. Что касается других направлений, то у нас на Харьковском направлении, это на линии Сватова-Кременная, мы продолжаем двигаться вперед, медленно, но уверенно, я бы так сказал. Не делаем больших рывков и ревских движений, но планомерно граним противника и продвигаемся в направлении, особенно в направлении Сватова и в направлении самой Кременной. Кстати, тот рубеж, который они там между ними строят, ну, фактически мы можем его обойти. Так что для нас это уже как бы не столь важное препятствие. Плюс мы на сегодняшний день перекрываем, контролируем, полностью контролируем трассу Сватова-Кременная. Это основная дорога снабжения. Я так понимаю, что если они перекинут через Тарабель на Кременную, там есть еще одна дорога в глубине, но это увеличивает плечо подвоза и осложняет им логистику, увеличивает время и так далее. Вот. Но, тем не менее, здесь у нас успех. Мы его развиваем. Что касается запорожского направления, там позиционные бои, обмен артиллерийскими огневыми. Ни вторая сторона активности, наступательной активности не проявляет. Ну и остается у нас херсонское направление. На херсонском направлении, я так понимаю, что в связи с тем, что Россия там наращивает усилия, и несмотря на то, что там идут сообщения, готовят к отходу, готовят там войска к выходу, они выводят оттуда те войска, которые сегодня не будут задействованы в оборонительной операции. Но те войска, которые будут там принимать участие в обороне, они заводят туда. Заводят всеми возможными силами и средствами. Баржи, баржи, паромы, переправы, наплавные мосты. Мы пытаемся это все громить по мере возможности. Для нас есть проблема, что в дневное время мы не можем наносить удары, потому что там они берут местных на борт. Местных берут на борт. Там гражданские в перемешку с военными. На этих баржах, на этих паромах, которые там они делают. Но, тем не менее, они оборудуют линию обороны по левому берегу Днепра. То есть это означает, что они готовятся к обороне уже левого берега, да? Левого берега. Да, левого берега. И они сейчас в район Херсона стягивают весь речфлот. Вот все, что там на Днепре они похватали, буксиры, баржи, катера какие-то, лодки, они все сейчас стягивают это в район Херсона. Что это будет? Готовятся ли они к эвакуации? Ну, я бы сказал, наверное, да, с одной стороны. А с другой стороны, они могут это все использовать для переброски средств снабжения этой группировки, которая находится на правом берегу. Там, на мой взгляд, мы перешли к позиционной войне. То есть так, как это было два месяца, допустим, назад. Мы не проявляем наступательной активности, мы найдем огневое поражение, ну, выносим, будем так говорить, противника максимально с помощью дистанционных средств. Почему? Потому что, ну, во-первых, дожди мешают очень сильно, степь Херсонская размокает, и там это болото непрохеримое, пока она мокрая, это раз. Второе, это все-таки степь, и ведение боевых действий, особенно наступательных, очень затруднено. Поэтому мы возвращаемся вот к этому, к тактике позиционной войны с дистанционным огневым поражением российских войск. Вот такая вот примерно ситуация. Есть позитивный. Сегодня Крым, Крымский мост практически не работает. А почему? Они через Крымский мост могут перекинуться. А потому что повреждения оказались... За три дня не получилось восстановить. Даже за полгода не получится восстановить. Девять месяцев правительство дает. Да, они там активно работают, но надо менять мостовые пролеты, в том числе и железнодорожные. Прекрасная новость. Просто великолепная. Да, в результате пожаров выяснилось, что мостовые пролеты металл отжегся. Это когда его нагревают, и он сам остывает без резкого охлаждения. Когда с резким охлаждением, это закаливание. А когда самостоятельно остывает постепенно, это отожженный металл, который становится мягким. И есть провисание мостовых пролетов. Если есть провисание... Рельсы же попрогибались от температуры, под тяжестью цистерн, которые горели. Так что там проблемы. Сейчас эшелоны затруднены. Проход эшелонов. Грузовой транспорт по автомобильной части вообще не идет. Даже автобусы не пускают. Все идет. Фуры и автобусы все идут на паром. А паромы ходят время от времени, потому что сейчас на Азове период штормов. И вот в районе Керченской паромной переправы там погодные условия не всегда благоприятствуют. На сегодняшний день вот эта южная группировка, она питается в основном за счет запасов, которые были сосредоточены на полуострове Крым. Насколько их хватит, трудно сказать. На неделю или на месяц. Но, тем не менее, свежих поступлений мы пока не наблюдаем. Особенно в тяжелой технике и боеприпасах. Олег, несколько интересная информация от Нью-Йорк Таймс сегодня прозвучала. Не знаю, насколько она достоверная, как вы ее оцениваете. Нью-Йорк Таймс написала, что Украина имеет артиллерийское преимущество над российскими силами на юге благодаря западным поставкам и украинским беспилотникам. Не знаю, как бы вы это комментировали. Эта новость-то хорошая, но не знаю, насколько она достоверная. Думаю, что можно поверить Нью-Йорк Таймс. На отдельных направлениях, да, у нас есть паритет или даже небольшое преимущество. Кстати, именно этим объясняется то, что мы выносим эту группировку. Потихонечку мы ее выносим. Причем там мы выбили очень большое количество средств ПВО, и Россия сегодня в небе тоже у нас преимущество. Наша авиация в основном там работает. На других направлениях меньше, но на юге в основном она работает. И там по 10-20 вылетов, боевых вылетов в сутки. Так что мы там наносим довольно серьезно. Вот за счет передачи нам высокоточных боеприпасов у нас и артиллерий повышается. И потому что высокоточный снаряд из Калибур, допустим, он летит на ту же дальность, что и Хаймарс. Плюс мы сейчас еще будем получать Хаймарсы, кроме тех, которые дают Соединенные Штаты. Там сейчас Германия два Марса подбрасывает. Кстати, два Марса — это четыре Хаймарса. Да? А почему так получается? У них какая-то такая... Да, потому что у Марса и у М270 у нее два пакета. У нее 12 снарядов. Поэтому они получше. Да, они менее маневренные, они на гусеничном ходу. Но у нас есть навыки, как правильно сделать маневренными даже гусеничные машины. У нас есть опыт еще с 2014 года. Когда мы наши пионы превратили практически в скоростные, я бы так сказал, средства помощи пехоте. То есть наши пионы могут перемещаться с очень большой скоростью. Такие у нас есть навыки. Италия сейчас дает еще два М270. Это тот же Марс. Марс — это немецкая лицензия на производство МЛРС М270. Так что она практически ничем не отличается. Там разница только в таблицах стрельбы, потому что снаряды разных стран производства. Но таблица стрельбы заливается в компьютер. Мы с вами это обсуждали почти два месяца, когда Германия тянула с передачи этих первых Марсов в состав Вооруженных сил Украины. Так что на сегодняшний день, да, можно сказать, что на отдельно взятом направлении у нас есть небольшое преимущество в огневых средствах поражения противника. Я бы сказал так, в комплексе. Олег, должна признать, что и британская разведка, и Том Купер в очередной раз подтвердили ваши слова о том, что по большому счету у России нет возможности мобилизировать столько солдат, как они говорили. Ну, в частности, Том Купер сказал, что Россия не в состоянии обеспечивать присутствие на территории Украины более 150-200 тысяч живой силы. То есть ни при каком условии. Вы об этом не раз говорили. И, конечно, интересное замечание сделала британская разведка о том, что, конечно, если бы было достаточно оружия, то тогда бы Украина вообще могла вести войну армии в количестве 200 тысяч. Хорошее такое сообщение. Хорошо бы, если бы оно подкрепилось оружием. Тогда с удовольствием, может, еще быстрее бы продвигались по всем направлениям. Ну, я вам скажу, что мы... Не знаю, нет, по-моему, я у вас это не говорил. Дело в том, что мы первый шанс окончания войны уже упустим. Да? Да, у нас были все шансы... Ну, это не по нашей вине. У нас были все шансы закончить эту войну до конца года. Если бы Запад начал после второго Рамштайма, если бы Запад начал поставлять нам активно... Вот когда они тогда дали нам довольно неплохо начали поставлять артиллерию и танки, помните, было там и большие партии. И вот если бы это пошло дальше такими моментами, то сегодня мы могли бы уже с вами обсуждать где-нибудь бои в районе государственной границы. Вот я о чем говорю. Так что даже неправильно, наверное, сказать, не мы упустили этот шанс. Запад. Запад упустил этот шанс в том плане, что они могли нас вооружить быстро и качественно. Они растянули эту резинку, и теперь мы говорим с вами весна-лето 23-го года. Но дай бог, чтобы они нам дали это вооружение. Видите, главком говорит генерал Залужный, говорит, что на дегарных комплектах вооружение, для того, чтобы мы фактически создали, будем так говорить, ударную армию. Имеется в виду армию не как соединение, точнее объединение военное, а именно как вооруженные силы, новую армию, наступательную армию, которая могла бы решить задачу комплексного контрнаступления в масштабе страны. Вот эти 10-20 бригад, вновь укомплектованных, обученных с нуля и вооруженных западным вооружением, да, тогда бы мы с вами сегодня обсуждали бы совсем другие дела и другие... И запад после, ну, понимаете, получается так, что запад, ну, я бы сказал, наверное, в какой-то степени занимается самозахизмом. Потому что они растягивают, так они вот как удовольствие получают от растяжения этой войны. Вместо того, чтобы напрячься один раз, и потом уже заниматься вопросами, там, урегулирования этого конфликта после выхода на границы 91-го года, они дают по чайной ложке в день и растягивают вот эту вот... Ну, видимо, задача такая стоит, на мой взгляд, тоже так, чтобы... Скорее всего, хотят довести Россию до состояния, когда она не в состоянии будет формировать воинские части и объединения, и объединения, ведения боевых действий. Вот у меня такая мысль приходит в голову, потому что, ну, по-другому вот это затягивание с передачи оружия на сегодняшний день объяснить нельзя. Кстати, вы абсолютно правы в том плане, ну, как бы мы с вами оказались правы, что они набрали, да, где-то разведка говорит 220 тысяч, так вот, до 250 мобилизованных, и они захлебнулись, система переполнилась. Они сейчас... И причем сейчас мы будем наблюдать очень интересный момент, курьезный, который может обвалить эту мобилизационную систему. Почему? Потому что, с одной стороны, система переполнена мобилизацией, и, по идее, надо было бы сейчас, и Путин правильно говорит, что надо было бы остановить мобилизацию. Но при этом у него не поднимается рука, он боится подписать указ о приостановке мобилизации. Почему? Потому что он боится, что второй раз уже все будут в обратную сторону бежать, не в военкомат, как сегодня, там, большинство пришло по повесткам, как законопослушные граждане, да, плюс пропаганда, там, и все остальное. Сегодня пропаганда, кстати, даже центральная пропаганда работает вообще не на Кремль, а против него, начиная, там, разговоры об ошибках, о проигрышах, там, и прочее, прочее. Вот. И Путин боится это сделать. А теперь завтрашний день может стать началом коллапса этой системы. Завтра вступает в силу указ президента России о начале призыва на действительную военную службу. А это, на минуточку, это 120 тысяч. А куда их девать? Если эти сидят в полях, в палатках, и вон как появилось видео, оно мне понравилось, они столкнулись с тем, что их кинули в палаточный городок посреди поля, и каждое утро у них начинается с того, что хлопцы, скидывайтесь на солярку, чтобы машина вам еду привезла. То есть вот так они мобилизованы, они говорят, почему мы должны сбрасываться на топливо, если нас мобилизовали, мы сидим в палатках, но если машина не поедет, еды не будет. То есть начнутся проблемы с продовольствием. Вот такая, добавьте сюда 120 тысяч призывников. А если смешаются, не дай бог, где-то смешаются призывники с мобилизованными, это будет трэш в плане дедовщины. Просто настоящий трэш, потому что деды будут гонять молодых. А избежать пересечения, на мой взгляд, на сегодняшний день Российская Федерация уже не сможет, потому что учебные центры все заполнены, мобилизованы. Так что завтрашний день может стать критическим именно для мобилизационной системы России. И еще вот я же не закончил мысль по поводу самой мобилизации. Путин боится подписать указ о приостановке, да, и военкоматы что делают? Продолжают разносить повестки, продолжают отлавливать и продолжают формировать и отправлять партии. То есть уже фактически на входе в Министерство обороны военкоматы создали гигантскую пробку. Они пытаются протолкнуть резерв, а Министерство обороны уже не в состоянии его принимать и обрабатывать. Олег, вот вы очень интересно сказали, что оружие все-таки дают не так быстро, как хотелось бы нам, но создается такое впечатление, что Запад стал поджимать с помощью каких-то военных таких действий. Вот 101-я воздушно-десантная дивизия, которая оказалась в Румынии, и там вокруг интервью командующих этой дивизии очень много интересного обсуждалось всю прошлую неделю. А сегодня появилась еще одна интересная информация. Американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу для учений по морскому удару большой дальности, ПВО противовоздушной обороны и борьбы с подводными войнами. Вот такая интересная история. И создается со стороны, ну, по крайней мере, мнение профессионалу, создается такое впечатление, что как бы по границам они пытаются вокруг нас ситуацию поджимать. Вот с чем это связано? С тем, чтобы Путин не решился там на какую-то дальнейшую эскалацию? Или как вы это объясняете? Ну и тогда, может быть, окончательно спрошу, готовы ли, может быть, я не знаю, западные военные в какой-то момент будут перейти к границу, в случае чего и вступить в прямое столкновение с российскими войсками? Ну, переход, вступление в прямое столкновение с российскими войсками вряд ли возможно. Скорее всего, это дивизия, давайте начнем по порядку. 101-я дивизия воздушно-десантная, ну, это легкая пехота, она название воздушно-десантная сохраняет как историческое. Потому что они когда-то принимали участие во Второй мировой войне, и тогда они были в воздушно-десантной дивизии. Они нас сохранили. Но смысл не в этом. Дело в том, что я усматриваю два варианта. Первый вариант, это они перебросили с Молдовой. Это первый вариант. И почему? Потому что в Молдове сейчас начались... Россия решила покачать ситуацию в Молдове изнутри. Там рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост тарифов на энергоносители. И на этом фоне они пытаются раскачать ситуацию в плане того, что Майю Санду и ее правительство в отставку от новых выборов. И там у них есть свой кандидат, естественно, пророссийский. И, может быть, эта дивизия стоит для того, чтобы войти туда и нивелировать угрозу переворота в самой Молдове, государственного переворота. Это первый момент. Второй момент, они могут войти на территорию Украины, допустим, для защиты объектов, ну, той же энергетической, имеется в виду атомных станций. Мы такой вариант рассматривали. Когда Россия начала наносить удары по нашей энергетической отрасли, да. Но это может произойти только, на мой взгляд, только при условии, если Россия применит что-то вроде оружия массового поражения. Что это будет, там, грязная бомба или это будет ядерный удар, там, допустим, тактическим средством. Ну, трудно сказать на сегодняшний день. Вероятность его низка. Но, мне кажется, только такой факт может. Тогда, смотрите, они же обещали, что, либо если Россия захочет, как только, они же говорили, что может быть превентивный удар, упреждающий, если Россия будет готовиться к нанесению, тогда да. Тогда понятно, почему идет авианосная группа, авиационная, авианесущая ударная группа сюда. Да. Ну, здесь надо не забывать, что здесь два авианосца. Один Джордж Буш, авианосец, по-моему, он в Италии, в Неаполе, базируется на базе натовской, в составе шестого флота. А второй, это пятый флот, который находится в районе Персидского залива. Так что тут, если еще и третий придет, то это реально для России, это демонстрация возможностей. Там один залп может составить, наверное, больше двухсот ракет. Один залп. То есть никакая ПВО России не потянет, никакая противоракетная оборона не потянет такой удар. А если еще к этому ракетному удару добавится авиация, то тогда это может быть один удар, который будет равняться коллапсу. Или апокалипсису для вооруженных. Кстати, они же так и говорили. Помните, бывший директор ЦРУ, он сказал, что в случае попыток применения ядерного вооружения, это потопление Черноморского флота, это удары по военным базам в Крыму, это удары по вооруженным силам России на территории Украины. А Крым это же тоже Украина, понимаете? Конечно, да. То есть получится так, что они, может быть, даже не будут пересекать воздушное пространство России, то есть нападения на Российскую Федерацию нет, а, извините, ваши войска на чужой территории являются легитимными целями в ходе ведения боевых действий, согласно нормам правил ведения войны. Так что вот такой вариант вполне возможен. И прибытие, ну, Фиджеральд, я вам скажу, что это серьезная машина, может до 160 самолетов вылетов в сутки делать боевых. Если это в обычном режиме, если в экстремальном режиме, то, по-моему, там количество вылетов может быть увеличено до 220, если не до 240 в сутки. То есть это очень большое. И плюс у него, ну, не знаю, насколько на сегодняшний день пока информации нет, но точно известно, что на этом авианосце уже предусмотрены штатные места для установки лазерного оружия. То есть система ПВО этого или ПРО этого авианосца предусматривает перспективу установки лазерных пушек. Олег, ну и последний вопрос, если позволите, да. Выглядит так, что Украина, Турция и ООН решили проигнорировать выход России из зерновой сделки и поставили Россию перед фактом, что движение кораблей с зерном продолжится. Считаете ли вы, что это какой-то новый этап в отношении с Россией или это просто пока только на один день, а там все просто так не будет? Нет, это новый этап. Кстати, вот было очень интересно почитать, опубликовали же условия сделки. Во-первых, Черноморский флот России вообще не принимает никакого участия в этой зерновой сделке. То, что там Россия говорила, что эти корабли обеспечивали безопасность. Нет, эти просто корабли не должны были пересекать меридиан, по которому ограничена зона безопасности. Там была показана карта. И, кстати, Севастополь вообще не входит. Крым не входит наш в зону безопасности. Зона безопасности где-то проходит по Очакову, по меридиану. И поэтому то, что понавыдумывала Россия по поводу того, что они там обеспечивали. Они единственное, что делали, и согласно этого договора, они гарантировали ненанесение ударов в этой зоне безопасности. Хотя они тут грубо нарушали. Вспомните, буквально в первые дни начала зерновой сделки были удары по Одессе и по портам нашим. Очень хорошо помню. По портовой инфраструктуре. Да, то есть Россия и тут все нарушала, что могла. Я думаю, что и Эрдоган, и Бутиериш, генеральный секретарь ООН, на мой взгляд, поступили абсолютно правильно. Они поставили результат, что конвой идет, зона безопасности определена. Вы гарантировали, что вы не будете наносить удары в зоне безопасности. И мы отправляем конвой. Если Россия сейчас попытается нанести удар, это будет фактически нападение в нейтральных водах на гражданское судно. Если им спустили 24-25 часа, то, что они там потопили. И, кстати, по-моему, турецкая сухогрузка один они потопили в Черном море. В любом случае он получил повреждение и, по-моему, затонул. И им тогда спустили это с рук, то сейчас им уже никто ничего не спустит. И я еще напомню, что когда начиналась зерновая сделка, была информация о том, что один эсминец турецкого флота и одна подводная лодка турецкая зашли в акваторию Черного моря. Вполне возможно, что они будут сопровождать эти конвои или будут, допустим, патрулировать вдоль маршрута похода этих конвоев. И Россия перед дилеммой. Либо они... Первый выстрел. Помните, мы с вами обсуждали, я вам рассказывал, почему Россия никогда не сделает первый выстрел в сторону НАТО. Потому что их сразу же объявят агрессорами. И тогда вопрос признания России либо страной агрессором, либо страной террористом не является... Ну, будет просто вопросом нескольких дней. А в основном будет это растягиваться на время организации заседания той же ООН. Так что для России очень такая ситуация щепетильная, я бы сказал. Что им делать в этой ситуации? Если они сейчас пропускают этот конвой, значит все. Они сдулись. Если они атакуют конвой, значит они страна террористов. Пираты, пожалуйста. Можно расценивать как угодно. Кстати, институт изучения войны, вот тот же американский, вот это они же сформулировали, что нападение на корабли в Севастопольской бухте является легитимными целями в условиях ведения войны. И это нельзя квалифицировать как террористический акт. Это раз. И второе, они напомнили Российской Федерации, что удары по гражданским объектам инфраструктуры, вот это террористический акт и военное преступление в ходе ведения войны. Олег, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли для нас время, несмотря на все наши сегодняшние перипетии. Олег Жданов был сегодня с нами. Спасибо, Олег. Олег Жданов был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, если у вас остались вопросы, они бесспорно остались, то, пожалуйста, вы можете всегда получить на них ответы на YouTube-канале Олега Жданова. Это было Украла Афтиве. Ставайте с нами. И, конечно, мы признательны вам наши спонсоры на платформе Patreon. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok